25 миллионов квартир, нежилых зданий и участков оформили в прошлом году. В этом же, по прогнозам Росреестра, сделок будет еще больше, очередей меньше. Зарегистрировать недвижимость с 1 июня можно в электронном виде. Однако, как выяснили Евгений Нефанов и Сергей Гаврилов, не все так просто, как кажется. Долгожданный момент, диалог в окне. Чтобы наконец-то поставить эту подпись, пройти нужно многое. Сначала собрать документы, затем приехать в учреждение. А тут ты волнительно поглядываешь на табло, когда же высветится твой номер. И самое главное, теряешь драгоценное время, причем часто в душном помещении. Большая редкость, если работают все окна. Оксане нужно получить документы. Очередь, говорит, сегодня небольшая. Сейчас я пришла 10 минут назад. Талончик через 10 человек. 10 человек на 3 работающих окна – это минимум минут 20 ожидания. В Росреестре говорят, не хотите терять время – идите в интернет. Для регистрации права на недвижимость необходимо будет обратиться на сайт Росреестра, заполнить заявление, заверить его усиленной квалифицированной электронной подписью и прикрепить отсканированные документы, необходимые для регистрации. Усиленную квалифицированную электронную подпись можно будет получить в удостоверяющих центрах, адреса которых также указаны на сайте Росреестра. На сайте подробно описывают новшества, говорят о его преимуществах. Но вот парадокс. То ли об этой услуге еще не слышали, то ли электронная подпись мало у кого есть, то ли недоверие зреет. За 10 дней действия услуги обратившихся – ноль. Госуслуги продолжают внедрять в интернет. Росреестр рапортует. В прошлом году уже каждую третью выписку пользователи страны получили в электронном виде. Но вот сегодня вот так сходу взять и передать документы через интернет я не могу. А все потому, что электронной подписи у меня нет. Возвращаемся к Оксане. Согласна ли она променять живой диалог на электронный? Да, согласна. Отличная идея. Почему? Очень удобно. Я пользуюсь этими услугами постоянно. Там нужна вот, допустим, электронная суховая подпись у вас у всех. Мне через госуслуги это несложно получить. У нас народ уже как бы, он продвинутый в этом отношении. На форумах в интернете народ соглашается. Удобно. Но одно дело – запросить справку в электронном виде, а другое – купить, например, квартиру на деньги, что копили лет 20. Риэлтор Мария Румянцева так и пишет. Как бы благими намерениями не услали новую дорожку для мошенников. В штыки воспринимает новинку пользователь Али. По мне так перебор. Только недавно взломали Сбербанковскую систему безопасности и обчистили счета вкладчиков. Теперь давайте еще начнем недвижимостью по интернету торговать. Сомнения в безопасности в Росреестре отметают. Как раз усиленная квалифицированная электронная подпись, она и дает гражданам безопасность. То есть вот этой подписью они заверяют свои документы. И документы, отсканированные по защищенным сетям связи, поступают уже к нам. То есть доступа третьим лицам к этим документам нет. Скорее всего пользователи возьмут на вооружение проверенный в России метод проб и ошибок. А значит плюсы и минусы системы покажет только время. Евгений Енифанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.